Ирина Крещева – инвалид второй группы. Работать не может при всем желании по состоянию здоровья. Живет на пенсию. Размер ее чуть больше 14 тысяч. Рассказывает, эту жизнь правильно было бы назвать существованием. Денег не хватает. А по телевизору говорят о повышении. Кого винить – правительство или пенсионный фонд? В ПФР уверены – точно не их. У меня 5 тысяч коммунальные. Концы с концами сводим. 4 с чем-то остается. У вас надбавка к пенсии. Я говорю, 2,5. Это не надбавка к пенсии. Это лекарственное. Нам в карман смотреть не надо. Мы отказались от лекарств. Это мы деньги. Вот у меня постоянно надо, я пью таблетки. Эти деньги уходят на лекарства. У нас прожиточный уровень жизни у больных меньше, чем у здоровых. Согласитесь. В ПФР разъясняют, инвалиды имеют право на страховую или социальную пенсию. Первый вид для тех, у кого есть стаж. Неважно, какой продолжительности. Социальная в основном для тех, кто признан инвалидом с детства. Размер устанавливается из выписки, выданной учреждениями медико-социальной экспертизы. Если это вторая группа, если с детства, то размер пенсии 10 567 рублей 73 копейки. И ЕДВ 2 701 рубль 62 копейки. Третья группа инвалидности социальная, я подчеркну, 4 491 рубль 30 копеек. Размер ЕДВ 2 162 рубля 67 копеек. Социальная выплата для первой группы инвалидности по детству составляет 12 681 рубль. Плюс ежемесячная выплата чуть меньше 4 тысяч. Страховые пенсии состоят из фиксированной выплаты и страховой части. Размер зависит от продолжительности стажа и зарплаты. Фиксированная выплата около 10 тысяч для первой группы, 5 тысяч для второй, чуть больше 2 тысяч для третьей. Если инвалид у нас не работает, то по закону мы не можем платить ему общую сумму пенсии плюс социальные выплаты. Она не может быть ниже, чем прожиточные минимумы пенсионеров в Ивановской области, которые составляют 8 576 рублей. То есть если пенсия у инвалидов ниже и он не работает, то у него будет доплата вот до этой суммы. С 2019 в пенсионном законодательстве утверждена норма, что пенсия может назначаться по данным Федерального регистра инвалидов. В территориальные органы ПФР можно не приходить. Помогут узнать всю информацию электронные сервисы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.